Вы любите кроссоверы? Ну это когда персонажи из разных произведений встречаются в одном. Так и в этом видео сегодня встретятся мои любимые протагонисты нынешнего, так сказать, сезона 2024 года среди жаб и гадюк. Бэтмен против Супермена, Дэдпул против Росомахи — всё это ничто по сравнению с сегодняшними героями, ведь сегодня у нас 13-й против Аптия Лаудинова. Да, будет всё. Будут взаимные обвинения, угрозы, ЧВКшники, которые внезапно появляются в сюжете и идут вылизывать различные места Аптия Лаудинова, угрожая всех, кто критикует Аптия Лаудинова, что-то с ними сделать. Не знаю, может быть, убить, может быть, ещё чего-нибудь. Это большой клубок жаба-гадюкинга, на который мы сегодня с вами с удовольствием посмотрим, посмеёмся от души, ну и сделаем вывод вообще об атмосфере, царящей в российских войсках, особенно в ТикТок-войсках и тех, кто эти ТикТок-войска прикрывает. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите и ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все эти действия помогают продвигать видео, особенно ваши подписки. Всё произошло в середине сентября. Не так давно Аптия Лаудинов выступил с пламенной речью, сказав, что никто не будет освобождать из плена попавшихся ахматовцев. Те из вас, кто сдались добровольно в плен. Насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте всё для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Сам Апти при этом ни разу в боях замечен не был. При этом он регулярно даёт странные комментарии, некоторые из которых вынуждены опровергать пресс-секретарь Путина Песков. Ну, как, например, о том, чтобы по факту война уже закончилась. Там действительно Апти Алудинов какой-то момент сказал. СМО, говорит, закончилось, мы победили. И у Пескова говорят, закончилось? Он говорит, нет, не закончилось. Извините. Ну, в общем, Апти Алудинов мастер слова. Более того, именно Апти Алудинов рассказывал в начале августа, что ничего страшного в Курской области не происходит, а ВСУ остановлены. Потом, правда, выяснилось, что украинские силы остановлены не были. А ещё позже, на вопрос, почему Апти Алудинов и его подразделения, которые стояли там, не вступили в бой с ВСУ, он ответил, что украинские солдаты их просто как-то обошли. Хотя срочники рассказывали, что и Апти Алудинов, и все Ахматовцы прятались за спинами срочников, а потом дали дёру. Вот такой бравый вояка рекомендует сдавшимся в плен брать гвозди и кидаться на охранников. Уже всем нужны психологи, как бедолаги. По ссылу Алудинова не оценил блогер 13-й. Сначала он написал пост, в котором рассказал, что чеченцев не раз меняли по не самому лучшему для России курсу, а жертвовать Алудинов готов в основном псевдо-ахматом, состоящим из русских добровольцев. Вот что написал 13-й. Зато чеченцев выменивали на Мариуполе по страшно несправедливому эквиваленту. А в спецназе Ахмат служат люди разных национальностей вероисповеданий, добровольцы со всей страны. Или вы были рядом с ними, когда они попали в плен? Нет, вы записывали очередные видосики. Почему сегодня так модно судить и кидать камнями в тех, кто больше всех оказался в положении? Это вы так их в плену подбодрили? Своих нужно вытаскивать любым способами. Вначале вытащите, а потом разбираетесь. Или я в чем-то не прав, пишет 13-й, а затем записывает кружок, в котором говорил вполне разумные вещи о том, что нужно не только пленных обменивать, но и тела погибших товарищей стараться максимально быстро и эффективно доставать. Своих нужно даже тела доставать и не оставлять врагу, не говоря уже про пленных и так далее. Ну, вот так судить, типа, обстоятельства, как вы попали в плен, ранение, контузия. А вы как? Ну, в смысле, вот, ну, рядом с этими ребятами, когда это происходило, вы были? Что там солдат должен там и так далее? Ну, вот, допустим, я знаю, что мне в плен нельзя попадать, потому что меня там будут мучить, и я себя взорву на гранате там, да? Еще кто-то это знает там. А они простые там бойцы. Ну, так случилось, так сложилось. Это жизнь. Никто не знает, как он себя поведет, когда настанет этот момент. Вообще никто не знает. И судить людей вот так, и говорить, да, ну, вас не будем выменивать и так далее. Когда сидишь чистенький, красивый, вот, и снимаешь видосики. Ну, по крайней мере. У меня бы язык так не повернулся сказать. Своих надо доставать в любом случае. В следующем кружке он напомнил, что сдача в плен происходит, как правило, из-за неверных действий руководства. Но почему-то генералы из-за этого не стреляются, говорит 13-й. И вот, ну, мне нравится, что генералы обычно говорят, солдат должен то, солдат должен это. А что должны генералы? Почему они из-за своей ошибки не стреляются? Вот, ну, у меня такой вопрос. В годы Великой Отечественной войны советские генералы, советские офицеры сами, сами просто это делали. Потому что вот человек ошибку допустил, и они там не ждали никого трибунала. Вот настолько люди были выкованы из такого теста. Я даже, блин, я даже не знаю, слов не найти. На сегодняшний день ни один из генералов, там, типа Морзоева, за свои ошибки не застрелился. Более того, они пошли на повышение, кайфуют, и всё у них хорошо. Так почему же солдат, который имеет семью, там, и так далее, вот он попал в плен, и теперь его, ну, не надо доставать. Это как? И вот оскорбление, которое снести Аптия Аладдинов не может. Но, как вы помните, Кадыров запретил Аптия Аладдинову самому выяснять отношения с зодблогерами. И вы не поверите, кто пошёл за него вписываться. Бывшие вагнеровцы. Да-да, те самые, которые легли под Ахмат, ненавидимые их бывшим руководством, Пригожным и Уткиным. Но ладно, они молча там воевали, отмывая позорную славу тиктокеров у Ахмата. Так нет. Видимо, теперь их контракт включает в себя облизывание непосредственно Аптия Аладдинова, что выглядит, конечно, довольно безумно. Послушайте сами. Всех добрым вечером. С вами командир группы Аида, позывной Аид. В Рио командира группы Питерского, позывной Лабиринт. И это видео обращение к говорящей голове военного блогеру 13-му. Он же Егор. Егор, во-первых, не надо позорить наш флаг, на фоне которого ты снимаешься, потому что ты никакого отношения к этому флагу не имеешь. Это первое. Второе. На протяжении длительного времени ты зачем-то делаешь какие-то выпады в отношении нашего генерала, боевого генерала, который всегда на передке. Третий год вместе с нами, рукам об руку, плечом к плечу. Во многих моментах впереди нас находится, как в случае с Курской компанией, когда мы сюда прибыли, а он уже находился в Большом Солдатском. Куда? Сколько групп зашло? Зашло порядка 6-7 диверсионных групп. И Аптий Аронович уже находился здесь на командном пункте. Наши первые группы прибыли, и мы прибыли в спорном порядке на, скажем так, деблокирование населенного пункта, где уже хозяйничали диверсионные группы. Вот. И добавлю еще к сказанному Аиду, что для понимания всех Егор никакого не имеет и не имел отношения к группе чувака Вагнер. Он никогда в этом подразделении не служил. Вот. Это один момент. Следующий момент. Мы все бойцы подразделения спецназа «Ахмат» не позволим никому, никогда, нигде, никак, как-либо наговаривать, плохо обсуждать или что-то говорить против нашего командования, некрасивые, какие-то необоснованные вещи. Не зная о том, какой это человек и что он делает. Поверьте мне, этот человек делает очень много для многих. И в первую очередь для своего подразделения, для своих бойцов. В целом видос длится 7 минут. 5 остальных, помимо двух показанных мной, они угрожают Егору Гузенко 13-му и говорят, что никто не имеет права критиковать и Ахмат, и Аптиал Удинова. Сначала они говорят оскорблять, никто не имеет права, а потом реально говорят, никто не имеет права критиковать, иначе будет иметь дело с нами. Вот так вот, сегодня ты гордый вагнеровец, обещающий Ахмату Третью Чеченскую, а завтра ты уже под него лег и расплываешься в комплиментах одному из самых смешных клоунах нынешней российской армии, также обещая любому, кто про него скажет плохое слово, какие-то невероятные божественные кары. Чтобы не быть во всем этом цирке, который называется российская армия, не со стороны Ахмата, который вас выставит вперед, а сам побежит в тылы, и которые потом будут защищать какие-то ЧВКшники, видимо, угрожая приехать в тыл и любого несогласного запугать, чтобы не быть на стороне каких-то зэдблогеров, ополоумевших, которые постоянно тупухают, то употребляют наркотики, то еще что-то, рассказывают о истории, потом трут свои кружочки, чтобы во всем этом не принимать участие, не становиться убийцей, не становиться трупом, не становиться коллегой, нужно российскую армию максимально избегать, а если вы в ней уже оказались, то дезертировать. И с этим помогает организация «Идите лесом», которая сейчас, 6 октября, будет проводить благотворительный марафон. Это прикольная идея, которая заключается не только в том, чтобы собрать денег, билет на марафон стоит 20 долларов, которые пойдут на деятельность организации, но и в том, чтобы снять табу с побега, с дезертирства, то есть, что бежать это не стыдно. Мне очень нравится эта их идея, они уже второй проводят такой марафон, и как бы вот то, как пытаются солдат оскорблять, говорят, да ты сбежал, ты трус, они это наоборот выставляют вперед и говорят, что бежать не стыдно. Я с ними согласен, если вы оказались в российской армии, то бежать не просто не стыдно, а это единственный, единственный верный выбор с точки зрения чести и справедливости. Нет, есть еще один, конечно, перестрелять своих командиров, подонков, которые отдают преступные приказы и пытаются уничтожить Украину, но тут уж, как называется, побольше смелости надо и побольше. Поэтому дезертирство – абсолютно нормальный выход. Обращайтесь в организацию Детелеса и присоединяйтесь к их благотворительному марафону. Если вы находитесь за рубежом, во многих городах они будут его проводить, это хороший способ и поддержать организацию, и хорошо провести время в хорошей компании. У нас в Вильнюсе тут тоже будет забег, я на него, конечно, не пойду, потому что, ну, я не бегаю, мне не нравится бегать. Но информационно поддерживаю, мне никто не платил за эту, так сказать, рекламу, если хотите. Я просто очень люблю организацию Детелеса, потому что, в отличие от многих, это организация, которая реально много делает. Чем меньше российских солдат на фронте, тем меньше будет убито украинцев и уничтожена территория Украины. Именно поэтому минимизация количества российских солдат – это одна из приоритетных задач. И Детелеса по-настоящему этому помогает. Ссылку оставлю в описании, записывайтесь на благотворительный марафон и поддерживайте Детелеса. Ну, а мы с вами продолжаем в этом безумном же богадюкинге. Естественно, ответил своим то ли бывшимся товарищам, то ли просто знакомым, он их то знает, то не знает, ничего не понятно, но сначала он попробовал быть вполне себе дипломатичным и сдержанным. То ли правда испугался от пяти минут угроз, то ли просто из каких-то нежных чувств попробовал не обострять отношения с бывшими вагнеровцами. Вот что он сказал. Хочу ответить Аиду, Лабиринту. Вот ребята потратили 7 минут своей жизни, чтобы записать видео, рассказать про то, к чему я имею отношение, а к чему нет. Видимо, они в моей жизни больше знают, чем я. Не вы этот флаг на эту стену повесили, не вам вообще про этот флаг и говорить. Это раз. Во-вторых, исключительно уважительно отношусь к Аптиароновичу, вот из всех, потому что он хотя бы разговаривает, он хотя бы говорит и может донести свою мысль. То, что ему сверху есть какие-то нарративы говорить, да, я понимаю. Вот. Касаемо сегодняшней ситуации конкретно, там, выпады в сторону Ахмата, я даже, ну, обсуждать это не хочу, потому что я уважаю добровольцев, которые пошли, воюют. Они молодцы, красавчики, все, никаких вообще вопросов нет. Есть некие моменты, которые мне не нравятся. Я их всегда, так сказать, подсвечиваю. Вот. И продолжу это делать. Но надолго его не хватило. И он задел, пожалуй, один из самых острых вопросов, которые вообще могут задать Ахмату. А именно, вот этот. Ни в коем случае не раздуваю никаких конфликтов. Вот. А просто хочу задать вопрос вот тем там пропленных, кто говорит и так далее. Как дела у Джамбетова? Как он у вас оказался? Просто вот интересно, вот этот подполковник и герой-разведчик ваш любимый всеми. Вот. Давайте на этот вопрос сначала ответим, потом позадаете мне другие вопросы. Я когда-нибудь сделаю отдельное видео про Джамбетова. Это одна из самых уморительных историй этой войны. И этот вопрос вообще немало кого волнует в российской армии. Но задавать его фактически запрещено. Такое можно в основном анонимным каналом. И один из таких под названием «Злой журналист» присоединяется к вопросу и напоминает всем, о чем вообще речь. Итак, вот что он пишет. Кто не в курсе, вопрос касается ичкирийца Джамбетова, воевавшего за ВСУ в составе ичкирийского батальона, который открыто оскорблял Путина. После чего вдруг оказался в Чечне, был принят Кадыровым, где попросил прощения у, цитирую, чеченского народа, не России, и получил звание подполковника Росгвардии. Наши власти это не комментируют, пишет злой журналист. Это все абсолютная правда. Джамбетов действительно воевал на стороне ВСУ. Действительно рассказывал, какой ужасный Путин, какая ужасная Россия и так далее. Потом реально внезапно оказался в Чечне, ему все простили и дали звание подполковника Росгвардии. Ну то есть, что это? Не, бывают перебейщики, бывают какие-то шпионы, всякое, наверное, бывает, но это один из самых каких-то невероятных случаев за эту войну. И в России, ну, прям запрещено. Это прям тубуированная тема. Про это никто не говорит. Вот только иногда некоторые могут в пылу какого-нибудь спора об этом вспомнить о Джамбетове, как вспоминает и 13-й. Но на этом 13-й, естественно, не остановился. Решил поинтересоваться, где у работающих на Ахмата, защищающих Алудинова, бывших ЧВКшников, яйца. Знаете, что меня удивляет? Меня удивляет то, что к Аиду, что к Лабиринту я относился абсолютно положительно. Вот. Нормальные ребята, но вот им руководство ставит задачу, они же отвлекаются от боевой работы, сидят два типа в балаклавах, записывают видео. Семь минут. И я уверен, что это далеко не первый дубль. Там, наверное, как в Джеки Чане несколько серий было. И вот они сидят, записывают там, выбирают слова какие-то там. Что-то мне за флаг пытаются предъявить. Вообще сумасшедшие люди. Вот. И все в этом духе. И я просто сижу, слушаю, думаю, да ёбанец, парни. Вы же ко мне приходили, когда там одному рекламу в отряд нужно было сделать, я бесплатно делал. Другому тоже так по-братски там все помогал. И вот оно, благодарность, сверху распоряжение, на тебе кусок говна, братишка. По-мужски. Когда у людей нет яиц, они вот сидят потом перед телевизором, там перед камерой мямлят. Извинения какие-то записывают и так далее. Вот, ну, это, в принципе, схожая ситуация. То есть ты нормально общаешься с человеком, всё хорошо. Тебе руководство говорит, скажи на видео что. И сидит чувак, и базарит это на видео. Кто-то где-то из вас потерял яйца. Я уверен в этом. Потому что мне бы кто-то что-то там сверху не сказал, я бы сказал. Ну, я общаюсь с ребятами, всё нормально. Вот. Ну, просто это такой вопрос совести, я думаю, это так. Вот. Вы, парни, сами себе посидите перед зеркалом, позадавайте эти вопросы. Если совесть у вас проснётся, пишите. А потом и вовсе назвал их информационными проститутками. И вообще мне вот интересно, а что за такие распоряжения сверху, там, записать видос на человека, там, и так далее. какая-то информационное проститутничество, я не знаю. Вот так, наверное, называется. Я даже определение пока не могу этому подобрать. Я просто вовсе. Я уверен, что прямо сейчас это всё подхватят, понесут, начнут подливать масло в огонь, начнут писать, там, моим администраторам, там, там, администраторам, типа, нашего имени, там, типа, как-то подогревать конфликт. Просто, уникумы. Ну, взрослые мужики. Ёбанец. Ну, кому нечем заняться, я расскажу, короче, ну, что можно делать, вот, как можно пользу родине принести. Защищать 13-го от нападок полез и другой военный капитан Атраковский. Он ответил зеркально, тоже записал, как и ахматовцы, которые бывшие ЧВКшники, которые не совсем ахматовцы, а, значит, переметнувшиеся под Ахмат ЧВКшники, он записал им 7 минут. Но все это мы слушать с вами, конечно, не будем, а послушаем лишь начальный отрывок. Общественно-политический деятель Иван Александрович Траковский. Вчера выдело видео, на котором русские бойцы Ахмата выступили в защиту своего командира и с угрозами, угрозами, в том числе в отношении Егора 13-го. Егор 13-й, как мы все знаем, находится под уголовным преследованием. И он, как также мы все знаем, подавал прошение обращения Министерства обороны с просьбой отправить его на фронт. Данное обращение было отклонено. Поэтому все эти обвинения, что он где-то там прячется, необоснованы и неправдивы. По поводу угроз. Егор никого не оскорблял, не унижал. И угрожать ему не надо. Он мой товарищ. Если вы хотите, то можно и с меня спросить. Я также выступил с критикой в отношении слов Алла Удинова. Он раньше вызывал у меня часть какого-то уважения, какой-то симпатии. Но после того, как он стал слишком много говорить и не по делу лезть, куда его не просят, эта симпатия пропала. Это касается русского вопроса, оскорбления русских женщин и защиты своих соплеменников, которые совершили преступление. Вот лично я всегда подчеркнул, что есть интернациональный Ахмат, который воюет, есть национальный Ахмат, который находится в резерве. И я, на меня манипуляции не действуют, когда мне говорят о том, что он больше русский, чем другие. По поступкам проявляются, а не по словам. И можно было бы опять же сказать, вот, мы на фронте, а вы тут в тылу. В итоге у нас есть несколько, мягко скажем, группировок, которые все друг другу угрожают и которые все говорят, что, значит, если что, голову вам сверню. Закончилось ли с чем-то это действительно какой-то поножовщиной, кто-нибудь к кому-нибудь приехал или что-то такое. Нет, все осталось на словах. Все друг друга пооскорбляли и никакого эффекта из этого не вылезло. Что довольно странно, потому что, ну, по сути, получается, выигравший из конфликта вышел 13-й. Он никому не угрожал, просто обложил всем, чем можно. И Алудинова в начале, и напомнил про Джамбетова, и сказал ахматовцам, чтобы они, значит, переставали быть информационными проститутками, нащупали яйца. Ответили ли они ему как-то на это? Нет, они ему никак не ответили. Они это проглотили и пошли дальше. Единственное, что появилось в их телеграм-канале, это текстовое обращение к своим, судя по всему, подписчикам, где объяснялось, почему их банят. И вот, что они написали. Обращение к интернет-воякам непонятно с кем и чем. Не пишите нам вопросы, а что там с фио человека, находящегося в стылу? А что там по Анапе, Сочи, Мухасранску? Поскребите по сусекам своих пустых чертогов разума и наскребите уже на элементарное понимание. Люди, герои этого канала, воюют. Не в диван пускают газы, без сна, отдыха, в блиндаже, не видя белого света, питаясь чем попало, залечивая на ходу мелкие раны. Кто не в блиндаже, как мы, занят делом. Собираем, шьем, вяжем, возим. Вы тупые, если не понимаете, что единственной целью на фронте у нормальных воинов являются жизни победа, как и в тылу у патриотов своей отчизны неравнодушных людей с мозгами. Там, на фронте, воюет за тыл, который тут сам с собой разобраться не может. Вопросы к политике. Встали, подтянули кальсон и написали приемный президент РФ. Здесь за эти вопросы будут банить, просто потому, что задающие их люди живут вне сознания, не будучи способными сопоставить свое любопытство и текущую ситуацию в стране и роль людей, которые эти вопросы адресованы. Дураков и поджигателей внутренних конфликтов админсостав и я порвем лично. Дело в том, что мы благодарны и помним, что самая большая ценность согласно Конституции РФ и всем человеческим и божественным законам жизнь, которую он отряду спас и спасает каждый день. У меня все, пишут они. Интересно, что жизнь ценность, когда речь идет о том, что Аладдинов спас отряд. При этом жизнь не ценность, когда речь идет о захваченных в плен солдат. Жизнь не ценность, когда вы пришли в Украину и убиваете там людей. Очень такие гибкие плавающие ценности. Я бы сказал, как у православного блогера-педофила, которого тут поймали накануне. Он был православным блогером, поехал на войну, а потом оказалось, что он к 10-летней девочке, мягко скажем, приставал. И в итоге теперь, так сказать, будут в отношении него следственные действия. И так же и тут. Мне кажется, как-то вот ценности очень странные. Более того, они такие, мы не должны обсуждать, что происходит, мы должны на фронте войти. Но не ваш ли Аладдинов потратил буквально несколько дней на то, чтобы рассказать, что в Анапе чеченцы, представившиеся кадыровцами, напавшие на женщин за то, что те отказали им знакомстве. А я напоминаю, Аладдинов говорил, что эти чеченцы, напавшие на женщин, они премьерные семьянины. И эти вот мужчины хотели с этими женщинами познакомиться, те им отказали. Премьерные семьянины хотели познакомиться в клубе с женщинами. Понимаете? Ну, просто пообщаться, наверное, в джангу поиграть. И когда женщины им отказали, те их избили, этих женщин. И вот Аладдинов потратил огромное количество времени на то, чтобы рассказать, что женщины сами оказываются виноваты, а люди, которые представляются имеющими отношение к Ахмату, ни в чем не виноваты. Не очень похоже на войну, не очень похоже, чтобы Аладдинов вообще когда-либо был на войне. По крайней мере, мы ни разу не видели его в боевых действиях. В основном мы видим его записывающим видео и рассказывающим, как подлые украинцы обошли его подразделения, и поэтому он ни в каких боях не участвовал. В любом случае, этот конфликт, согласитесь, создает впечатление, что, ну, если что-то завтра случится с Аладдиновым, с Тринадцатым, с вот этим Атраковским, подумаем ли мы на СБУ или там, я не знаю, на ВСУ или на что-нибудь, да нет. Скорее всего, подумаем на то, что они сами друг друга перемачили. Да и пусть такого будет побольше, пусть действительно перемочат друг друга, потому что российская армия сражается ни за что. Нет ни единых ценностей, ни единых представлений о правильном и неправильном, ни единой идеи, нет. Есть только вот это. Кто-то кому-то обязан, кто-то кого-то купил. А бывшие ЧВКшники настолько продались Аладдинову и Ахматову, что теперь, видите, и в интернете приходят его защищать. Сам Аладдинов уже не может. КОНЕЦ ПОСНЯЦ КОНЕЦ АЛЬЯМ КОНЕЦ АЛЬЯМ БОСНЯЦ Продолжение следует...